Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор об отборочном этапе чемпионата Европы. И сосредоточимся на, наверное, главной сенсации сегодняшнего игрового дня. Казахстан, проигрывая по ходу встречи Дании со счетом 0-2, смог добиться героической, фантастической победы со счетом 3-2. Во-первых, это потрясающая сенсация сама по себе, то, что казахи смогли одолеть одну из лучших команд Европы, с настоящими звездами в составе и так далее. Так тут еще и потрясающий сюжет этой встречи, который не может не восхищать. 2-0 летели и 3-2 вынесли, мое почтение. И это, да, тот самый коллектив из Дании, который выбил на прошлом чемпионате Европы сборную России. Так что здесь, ну, в каком-то смысле можно сказать, что Магомед Адиев отомстил за свою страну. Напоминаю, что Казахстаном сейчас руководит как раз-таки российский наставник. Так что здесь это, конечно же, победа Казахстана, но еще немножко и наша российская. Так что давайте обсудим этот матч и эту потрясающую победу казахов. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть еще один YouTube-канал, который посвящен кино и сериалам. В свое время я его, к сожалению, забросил, но сейчас стараюсь регулярно выпускать новый контент. Я делаю обзоры на последние фильмы, а также сериалы, например, на Король и Шут, The Last of Us или новенькую Черную Пантеру. Ну и плюс к этому обсуждаю последние новости из мира кино. Например, премию Оскар. Кому она досталась, почему и так далее. Ну и плюс к этому здесь будут проводиться стримы на киношную и сериальную тематику. Так что, если вас интересуют фильмы, сериалы и мое мнение о них, то проходите по ссылочке в описании. Жду вас на своем втором канале. Итак, если говорить о стартовом составе на эту встречу, то, в принципе, Казахстан не так сильно поменял свою команду. И схема осталась та же самая. Три центральных защитника, два фланговых, активное подключение Яна Вороговского по позиции левого латераля. В общем и целом, мне кажется, что у казахов здесь не было особого смысла что-то кардинально менять. Потому что, да, в первой встрече они проиграли. Проиграли очень обидно, ведя в счете по ходу встречи. Но все-таки мы должны понимать, что там были славянцы, тоже не последняя команда. И тоже коллектив с самыми настоящими звездами европейского футбола. Вот и здесь, в принципе, никаких существенных перестановок. Но, тем не менее, например, Алиб появился в центре защиты. Баха Зайнудинов появился, кстати, в центре поля в роли такого многогранного полузащитника. Ну и таким образом казахстанская команда стала для российских болельщиков еще ближе. Потому что вот тут и зенитовец, и игрок ЦСКА. Мелочка, говорится, оприятно. Тоже имеем отношение к этому успеху. И тренер наш, и парочка игроков из российской лиги, вышедших в основе. Ну, вообще тут их было больше, но в первую очередь, конечно, бросается в глаза Алипы Зайнудинов. Люди из больших российских клубов. Но, поэтому мы, конечно, понимаем, что у датчан состав существенно сильнее. Здесь есть настоящие звезды. Тот же самый Херлун, которого в шутку называют Холландом вторым. Который тут хэт-трик недавно отгрузил. Да и здесь забил два мяча. И Кьяер тот же самый, можно сказать, легендарный защитник Ишмейхеля. И Хёйберг, и Йенсен, и Дамсгор. В общем-то, здесь всем все понятно. Датчане очень хороши. У датчан очень мощный состав. И у них, ну, в целом, последние, я не знаю, там, лет 5-6 подбирается великолепное поколение. Где есть и опытные футболисты, в самый раз свете, и молодые перспективные. Короче, датчане это мощь, это сила. И тут, конечно же, они смотрелись фаворитами. Даже при том, что играли на выезде. Но, сами понимаете, датчане есть датчане. Тем более, они недавно вынесли Финляндию 3-1. Ну, ту самую Финляндию, с которой они, кстати, играли, опять же, на последнем чемпионате Европе. То есть, здесь тоже, как бы, не самого простого соперника, но смогли убедительно обыграть. И после этого, они приехали в Казахстан. И, в общем-то, поначалу смотрелись вполне себе по-хозяйски. В первом тайме датчане доминировали. Они играли очень мощно, очень качественно. И здесь все заоставилось, конечно, под Херилуна. Вполне возможно, новую главную звезду их атаки. Человек забил три мяча в предыдущей встрече. Тут оформил дубль. Это действительно круто. И он многогранный нападающий. И не зря оказался в Италии. Там еще и подкачал тактические умения. И то, что Казахстан в первом тайме не смог с ним справиться, я в этом не вижу ничего трагического. Херилуна – это действительно растущая звезда, на мой взгляд. И здесь нет ничего зазорного. Тем более, что датчане, в принципе, выглядели очень мощно в первом тайме. И показали себя во всей красе. И вот тут, конечно, многие могли приуныть. Тем более, что чуть позже, в похожей ситуации, другая постсоветская сборная, украинская, получив два мяча от англичан, во втором тайме просто бросила играть и не собралась. Здесь была в чем-то похожая ситуация. Англичане забили два мяча Украины. И после этого второй тайм провели откровенно инертно и уныло. Здесь датчане забили два мяча казахам и тоже на второй тайм вышли без должного настроя и с каким-то раздолбайством. Только вот украинцы не смогли воспользоваться, так скажем, подобной недооценкой со стороны соперника. А казахи завелись, и мое почтение, что-то сотворили здесь в концовке встречи. Тут, конечно, следует признать, что Казахстан, в принципе, и до этого действовал неплохо. Если мы посмотрим ту же самую статистику, то до забитого мяча Зайнудинова, первого галешника, казахи ударили почти столько же, сколько и датчане по воротам соперника. На один удар меньше. Просто до этого удары казахов были какими-то не до конца подготовленными, не до конца убедительными и так далее. Зато после этого три удара и три забитых мяча. Идеальная реализация в концовке. И мне кажется, это связано с тем, что датчане, ну, как видимо, уже ближе к 70-м минутам, совсем расслабились, совсем потеряли хватку. А Магомед Адиев, ну, среди прочего, ввел в бой свежие силы, свежих футболистов, которые здесь, конечно же, очень здорово помогли команде. То есть, вот, сами посудите. Тот же самый Ислам Хан, вечно молодой и перспективный, вышел со скамейки запасных. И вот, пожалуйста, отдают голевую передачу на Тагабергена. Потом выходит Аймбетов со скамейки запасных. И сразу же работает его связка с Яном Вороговским, который и в матче со Словенией великолепно работал. Они создали несколько опасных моментов. И тут то же самое. Сыграла вот эта вот перестановка со стороны Адиева. Ну и плюс к этому тот же самый момент с 11-метровым. Тут тоже, так скажем, поучаствовали в этом эпизоде, в том числе и игроки, которые вышли со скамейки запасных. Поэтому здесь недооценка датчан, их явная расслабленность, плюс свежие футболисты Казахстана позволили добиться вот этого фантастического камбэка. Причем галешники, ну, на самый разный вкус. И вот эта размашистая атака Вороговского-Аймбетова. И там 11-метровая из Зайнудинова. И так далее. Ну и вообще хотелось бы отметить, что Казахстан в этой встрече, да, он не справился с важнейшей задачей закрыть Хэйлона. И в принципе датчане свою игру все-таки навязали казахам. То есть датчане больше владели мечом. Датчане мало как бы позволяли вообще Казахстану играть в первом тайме, полностью доминируя на поле по большей части. Но Казахстан все равно находил моменты для контр-выпадов. Казахстан не отчаивался, боролся. Команда ждала своего шанса и великолепно им воспользовалась, когда датчане расслабились и поплыли. Вот здесь как раз и получите, распишитесь. 3-2. Потрясающая победа. Поздравляю казахов. Я разбирал предыдущий матч Казахстана со Словенией, кстати. В концовке будет всплывающая подсказка с обзором. И там я отметил, что Казахстан, к сожалению, не показал своих сильных качеств. И Казахстан там, упустив победный счет по ходу встречи, в первую очередь сам в этом виноват. А здесь Казахстан, как видимо, начинает исправляться и делает как раз правильные шаги в нужном направлении. В том числе и в плане того, что команда не сыпется по ходу матча, а напротив, борется, надеется и ждет своего шанса. И пользуется им великолепно. Поздравляем казахов с победой. Алга, Казахстан. Ну и привет от соседей с севера. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.